Ну что, ребята, обновление вышло, и сейчас мы будем его обозревать, ну и соответственно, как сегодня 30 число, и возможно меня будут смотреть завтра, а возможно уже в следующем году, я хочу вас всех поздравить с наступающим, с наступающим Новым Годом, здоровья вам, счастья, и без вас бы мы не достигли бы вообще в этом году невероятной цели, так что каждому, ребята, отдельное большое спасибо. А у нас получается, ну, как ты помнишь, Талантри к нам сказал, что у нас будет 7 юнитов, у меня получается какой-то здесь уже подарок новогодний от подписчика мне подъехал, и сейчас мы вот так вот будем обозревать, что у нас обновление еще не вышло, а у нас просто уже сервер хлоп. Так, ребят, мы вернулись обратно на связь, вроде бы надеюсь, что этого больше не будет, а я всего лишь хотел получить свои, как обычно, 20 гемасика, так что, ребята, давайте подойдем вот сюда, вот посмотрим к нашей локации, ты можешь посмотреть этого с КБД, как ты знаешь, это Майкл Джексон, и он у нас будет новый босс. А вот где он будет находиться, я честно не знаю, у нас доступны новые юниты, соответственно, мы можем посмотреть, опачки, посмотри-ка, у нас новая рарочка, у нас новая легендарочка, и, соответственно, мы сейчас их будем выбивать, а это означает, что нам нужно включить двойную удачу, и у нас теперь обратно вернулись круглые кружочки, то есть квадратные прямоугольники нам не понравились. Давайте вот сюда, вот в магазин зайдем, посмотрим, у нас, получается, появились новогодние ящики, и новогодние ящики, там почему-то есть рарка, и только мифик, ё-моё, что за дичь, а где наши, получается, юниты все, куда они все пропали, то есть у нас, получается, новогодний юнит наш выпал, мы его, конечно же, сейчас, в данный момент покупаем, давайте так, набираем одну тысячу лайков, соответственно, я буду его разыгрывать, набираем 10 тысяч лайков, соответственно, я десятерых их разыграю, так что, ребята, очень круто, и у нас какой-то салютик тут произошел. Мы его немножко попозже обозреем, а сейчас пока непонятно, давайте использовать нашу двойную удачу, двойную удачу мы использовали, и ты посмотри, он сразу ко мне поставился, офигеть, вот это вот поворот, ну да ладно, ладно, давайте вот сюда, вот сразу за 900 мы используем, мы сразу в легендарку убиваем нашего эпического персонажа, и заходим в наши юниты, где это они у нас, эти эпические легендарочки, вот у нас, у нас, получается, лазерный синий камерамен, получается, мы его поставим, у него, получается, дамаг полторы тысячи, и у нас какой-то эпик, еще появился, и вот он у нас, а, это у нас, получается, бита, хороший как раз эпик, который наносит 4000 урона, но при этом у него скорость какой-то такой, вообще, бля, о, нифига тебе, ребята, у нас, получается, новогодние есть награды, и, как это получается, что это, запустить салют, или, получается, ты можешь запустить салют, но при этом, короче, оно стоит 49 роблоксов, давайте ради прикола проверим, что это такое за 49 роблоксов, чтобы знать, что это вообще происходит, и что это такая за пасхалка, и мы, вроде бы, запустили, а что происходит, а ничего не происходит, салют происходит, салюта нету, салют происходит, но, как нам сказали, вы можете посмотреть, что бесплатный ящик нам будет даваться ровно через час, ну, а мы, конечно же, не можем их ждать, мы их, конечно же, приобретем, откроем парочку, и посмотрим, на что же еще у нас новый персонаж способен, возможно, у нас в новогоднем пасеке что-то изменилось, но у нас ничего не изменилось, и, как ты знаешь, я в своем новом проекте прохожу новогодний пасек, и, соответственно, там, как раз, мы вот эту вот эксклюзивочку потом передадим, и ее тоже среди подписчиков разыграем. Ребята, и вот у нас получилось такое обновление, и небольшое дополнение, но, зайдя в нашу лабораторию, мы увидели нашу новую карту Найтмарк, конечно же, нам бы лучше пойти в Пал Парадес, но мы отправимся вот сюда вот, и будем сейчас как раз проходить ее. Я не знаю, насколько способны и насколько наши уникальные юниты, но я уже заметил такую штучку и золотучку, нифига себе, Лазермен, какая у него большой радиусная атака, то есть у нас, получается, вышло 11 скибидит валетов, нифига себе, тут счетчик есть, и, получается, одного юнита мы поставили, и, ё-моё, это очень опасно. Соответственно, наша сегодняшняя задача поставить на автоскип, и, конечно же, дойти до нашего босика, но ты посмотри, вы чё, ребята, такие все злые, я даже не знаю, что нам делать и как это все проходить, но я по-любому знаю, что мы сможем пройти ее. Но вот насколько это будет легко, я вообще не знаю, вот мы Лазера нашего поставили, мы знаем, что у него скорость очень отличная, он наносит как раз по 100 урона, при этом у него радиус будет увеличиваться, но это такая, можно сказать, непонятная, что за штука, а, соответственно, я не забыл, конечно же, может, это и есть и Булава эксклюзивный юнит, я вообще, если честно, забыл. Наверное, какой-то из них эксклюзивный юнит, я не помню, возможно, даже и Булава, а, возможно, даже и нет, я уже растерялся с нашими вот этими вот, блин, мажорами, такими легендарными. Возможно, у них тут будет присутствовать броня, и, соответственно, они как-то будут защищаться, но пока нам, если честно, мне вообще непонятно, и это усложненный режим. Давайте, короче, мы сюда вот Лазера нашего поставим, чтобы он как раз уже наносил урончик и встречал их, да, вот сюда вот мы ставим, мы как раз прокачаем сейчас двух наших санд, и будем смотреть, что дальше будет происходить, но он, в принципе, смотрите, хорошо справляется. Конечно, это не зеленым лазером, который замедляет, но он тоже, в принципе, хорош, и нам сам Талантрик сказал, что вот этот вот юнит, наш лазер-камерамен синий, будет наносить большущий урон. Вот, вроде бы, если не ошибаюсь, он полторы тысячи будет наносить. Давайте как раз мы сейчас за 500 прокачаем. Следующий у нас прокачка стоит 300, и мы как раз его прокачаем, но у него урон просто прибавится, но скорость у него бесподобная, а там уже едут чупальцы, ё-моё. Ребята, если честно, пока мне вообще непонятно, мы давайте сейчас нашу поставим булаву, и как бы механика как и была, но он наносит офигеть какой удар. У него получается 2500 урона, но при этом каждые 5 секунд он будет наносить, и, соответственно, с новой прокачки он будет наносить всё больше и больше, но это ненормально. Это вообще ненормально, как нам прокачивать? Нам по-любому нужно лазера нашего прокачивать, и мы, получается, мутанта нашего пропускаем. И мы, скорее всего, сейчас этими юнитами не сможем пройти на автоскейпе нашу лабораторию, потому что, ты посмотри, вот он подходит, и мы проиграли. Ребят, зашёл я в наши фейерверки и заметил одну такую фишечку, что если мы будем, конечно же, насобирать наши фейерверки и, соответственно, наверное, проходить нашу карту, то мы, конечно же, будем получать наших новых юнитов. И, соответственно, если мы, получается, получим вот таких вот наших 30 штук фейерверков, то мы сможем обменять на эксклюзивные награды, и, соответственно, этих уже фейерверков много кто наполучал. Офигеть, вот это вот приколдезно, приколдезно. То есть, получается, их можно покупать, а вот где их применять, пока что мне вообще никаким образом не понятно. Тут какой-то большой пак фейерверков, и что с ними делать, напиши мне обязательно в комментариях. Давайте, конечно же, мы сейчас, я думаю, как это, 5, 25, 100, получается, мы можем 100 ящиков открыть за 5000 робоксов. Давайте, как раз мы сейчас купим вот 100, а вот, блин, постройте 5000 робоксов на 100 ящиков, вот такие вот дела. И мы попробуем нашего мифического персонажа выбить. Ладно, как бы не будем тянуть, у нас двойная удача есть, мы будем сразу же открывать по 10 ящиков, и нам вот такие вот падают рарки, прикидываешь? Рарка, 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 вот это вот прикольно. Ладно, еще нам рарочка падает, это как бы нормально, я не знаю, сколько нам нужно выбивать. И еще открываем, и тут опять рарка, кафес, да что ж такое-то, там шанс 0,1%. С моим шефом просто-напросто банально не выпадет мифический персонаж, и такое все возможно, потому что удача работает, мы на сервере, и как бы такая перезагруженность, конечно. А, кстати, мы можем посмотреть вот так вот, давайте в магазин зайдем. Сколько уже владеет? 102 человека, то есть уже купили за, я даже не представляю, если я купил, блин, 4000 робоксов потратил. И в итоге, короче, мне не выпадет. Это как-то будет очень жестко, прикиньте, я не знаю, какую я уже попытку трачу, но у меня получается вот эти вот юниты, и все, и никакого бонуса не дали. И, соответственно, вот сюда вот, если мы зайдем, то тут на нас ничего нету, представляешь? Ничего нету! Вот такие вот дела, ребята. Наверное, нам вот эти вот подарки будут давать либо за новогодний ивент, либо, я не знаю за что, и вот у нас последний пак, и мы его открываем, и нам не выпадает мифический персонаж. Аж просто 10 тысяч робоксов, там 5000 робоксов, они просто улетели. Да, это, конечно, очень большой кринж. Это, ребята, разработчики очень постарались, чтобы этот мифический персонаж никому не выпадал, и даже за 5000 робоксов. Все равно, ребята, я не успокаиваюсь, пока я Майкла Джексона не побежу, я хочу просто его победить. И меня очень заманивает вот эта вот рарка, которая наносит сплэшем урон, и давайте ее протестируем, и как раз вот сюда вот давай поставим, посмотрим, на что ты способен. Я не понял, калдаун 3 секунды. Калдаун 3 секунды? Вы реально издеваетесь, е-мое. Но если следующая прокачка у тебя получается 600 наносит, это уже никуда-никуда не шло. Но на самом деле это какое-то отвратительное обновление, которое меня бесподобно бесит. Когда ты покупаешь за 4500 робоксов 100 ящиков, тебе не попадает мифический персонаж. Это какая-то реальная дичь. Плюс у нас, например, вот этот вот персонаж, ну который действительно бесполезный. Да, он наносит сплэшем, да, это прикольно. Но у нас рарка, рарка обычная лучше, да что это такое-то? Ну да, хорошая как бы рарка, вот мы ее улучшили за 900. Сейчас сплэш, конечно, очень хороший, за 650 мы еще лучше прокачаем, и получается будет наноситься очень хороший урон. Но она пропускает, она банально пропускает, и меня это на самом деле очень бесит. Большим колдауном, с большим уроном, но это не то, вообще не то, то что я хотел. Я хотел нормальное, легендарное обновление, а не вот такое вот, вот реальное. Ну и мне на самом деле, оно и пока что не нравится. Возможно, я что-то в обновлении в этом не понял. Возможно, эти ящики будут давать. Ну я не, я честно говорю, это меня очень сильно бесит. Надеюсь, когда я пройду 50 волн, там будет что-то такое прекрасное, и мне получается сейчас что нужно ставить? Опять тебя ставить? Ну давай, мы тебя вот сюда вот поставим за соточку. Наносить ты будешь урончик, и как раз посмотрим, как мы с этим справимся. Возможно, ты имеешь какое-то супер сопротивление к станам, хотя у тебя брони никакой нету. Ой-ой-ой-ой-ой, как это все будет происходить? Я не знаю, мне нужно ставить паука. Да, мне просто банально нужно ставить паука, который паук будет все делать работу за него. Да, вот так вот, вот такая вот работа, вот такое вот обновление. Если у тебя есть спайдер ТВ, он просто наносит массовый урон, и не нужен тебе никакой ни сплэш, ничего, вот это вот в обновлении. Я даже, ребята, не могу его прокачать до третий уровень, знаю, что там большущий какой-то урон, но это рарга, и там максимум четвертая прокачка у нас будет. Да и в принципе, да и все, и у нас ты посмотри, посмотри, кто идет. Спайдер, ты что пропускаешь? Не пропускай его. Он пропускает опять спайдер, ты хотя бы не глюч не подводи меня, пожалуйста, пожалуйста, уничтожь его. Отлично, он станчик дал, ты этого уничтожаешь. Этот фейерверк может как-нибудь добьет, и получается спайдер делает всю работу буквально до них и моей вышки, что уже кг. Нет, нет, еще и все нормально. Ну что, ребята, давайте попробуем его улучшить за 650, и он, получается, будет наносить уже 2000 урона. Я видел сопротивление от стана, давайте сейчас за 1500 как раз улучшим, и посмотрим. Ну вот, мы увеличивали радиус, то есть получается раз в секунду он наносит 2000 урона. Но станчики он получает бесподобно, просто офигеть как бесподобно. На 26-й волне уже выходит мутант-убийца, и он как бы, ну вот такой вот, жизни, конечно, у него офигеть сколько много. Я прокачал наших двух спайдеров, и они его спокойненько, спокойненько, можно сказать, на изи уничтожают. И вот действительно, ребята, напиши в комментариях, вот нужны ли эти юниты, которые они сделали? Да нет, не нужны. Придумывайте какие-то нам новые локации, придумывайте бесконечный режим, что-нибудь в этом направлении. Потому что это какой-то кринж, это какое-то реальное издевательство над игроками. Ну, конечно, я понимаю, типа, нужно что-то делать, нужно каких-то эксклюзивных юнитов делать, но получается, ну, не таких же криповых, кринжовых. Когда вот это вот просто нашего мутанта, или как-то булаву вот это вот, спокойно можно уничтожать. И у нас тут, посмотри, ё-моё, погручек, конечно, прошёл. Лучше юнитов усложните нам какую-нибудь карту. Ну, добавьте, что мы, допустим, проходим новогоднюю карту и получаем при этом 2 ящика, если вдвоём. Вторяём, получаем 3 ящика или какие-то бонусы. А получается, бонусов у нас никаких нету. Если мы булаву, ну что, поставим, ну давайте вот ради прикола вот сюда вот поставим. Конечно, у неё там 30 тысяч урона он наносит. Ну, ну и чё? Ну и чё? Ну и чё, 30 тысяч ты наносишь, ну круто. Раз в 2 секунды, ну дашь ты, например, сколько получается? Сколько мы, получается, урона наносим в 0-2 секунды? Это получается там 70 тысяч урона, если судить по одному персонажу. Ну и что вот от этой вот эксклюзивочки, которую до 5 уровня можно прокачивать? Да там лазер просто имба-имбой, а этот получается бесполезная какая-то ерунда. Ребята, у нас уже пошла 48-я волна. И я вот не могу одно понять, может это Майкл Джексон? Вот непонятный, непонятный, непонятный. Мы его по-быстрому уничтожаем, но у него вроде бы есть щупальцы, и он получается похож чем-то на парикмахера в шляпе. Ладно, мы сейчас дождёмся, у нас уже приближаются. А хотя нет, они же подписаны, это же токсичные, блин, просто-напросто, которые будет нам распылять. Нам можно как раз за 20 тысяч улучшить, и соответственно, ты посмотри. Просто мы наносим 140 тысяч бешеного урона. И сейчас, через какую-то секунду, у нас должен появиться вот этот вот Майкл Джексон. Вон уже, смотрите, погрузчик такой, погрузчик летит, летит, летит. И самое главное, знаете, ребята, что нравится, что у нас, допустим, когда есть это массовый урон, то получается, неважно, на погрузчике ты или и не на погрузчике, он всё равно получает, конечно же, бесподобный урон. О, ты посмотри, это какой-то новый босс, хотя нет, этот босс уже был. Учёные у нас мелкие были, и получается, вот он, ребята, 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 вы посмотрите. Хотя нет, он застрял, он застрял, застрял. Катюша, Катюша застряла. Не, ну как бы прикольно, если так сказать. Ну, ай, такое себе. Но в действительности, ребят, ну такого ничего нового они нам не добавили. Да, у меня там 17 тысяч. Возможно, моя теория, как бы, что обдавление, оно такое какашечка. Но это пока что вот сейчас, в данный момент, оно складывается. Конечно, нам нового босса добавили. Я думал, что у нас, конечно же, будет он немного посложнее. Но, в принципе, они его не делают посложнее. Как-то вот так вот 30 тысяч этого не ставить. Давайте вот сюда вот куда-нибудь там поставим нашего улучшенного Титана. И он как раз сейчас делает своё дело. Нам дали 1200, нам дали 3 подарка. Я не понимаю, почему за 50 волн и 12 даже хпшечки. Вот такой вот, ребята, получился у нас видеоролик и обновление. Я вот всех обнимаю. В любом случае, мы увидимся завтра на стриме или просто-напросто в новом году. Продолжение следует...